2 сентября во всех городах России прошли мероприятия, посвященные дню окончания Второй мировой войны. Как эту дату отметили в Кирове, расскажет Кирилл Сосолятин. Уже в 9 утра движение автотранспорта у Вечного огня на набережной Грина было перекрыто. Возложить цветы пришли ветераны, жители города и представители администрации. Важность этого мероприятия, наверное, трудно переоценить. Мы знаем праздник День Победы, 9 мая, который для нашей страны очень важен. Но эта дата, на мой взгляд, должна быть тоже узнаваема, поскольку все-таки конец Второй мировой войны и Россия, как составляющая общего всего мира, победили вместе в этой войне. Поэтому, мне кажется, ее должны знать в том числе и молодые люди эту дату. Основное мероприятие прошло у Вечного огня в Парке Победы, куда двинулась колонна по главе с губернатором Никитой Белых и архиепископом Пятским и Слободским Марком. В возложении цветов приняли участие руководители силовых структур, представители патриотических клубов, студенты и школьники. Чем дальше мы удаляемся от знаменательной даты 2 сентября, окончания Второй мировой войны, тем больше мы должны понимать ту значимость, которую наша страна, наш народ сделала для того, чтобы мы под таким солнечным небом жили. Особенно в этот день поздравляли ветеранов, участников войны с Японией. Ведь именно они воевали уже после поражения фашистской Германии с мая по сентябрь, до последних дней войны. Признан был 18 лет. В это время уже 18-летние переползали границу между Советским Союзом и Манчжурией. Понимаете, служил после этого 7 лет, присвоя название «Отличный разведчик», «Отличник Советской Адмии и Флота», имея два ордена Ленина. Отметим, что день окончания Второй мировой войны в Кирове отмечается ежегодно при поддержке городской и областной администрации, а также Вятской епархии. Ветеранов тех событий осталось не так много, и внимание благодарных внуков и правнуков для них сегодня особенно важно. Кирилл Сосолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область. Продолжение следует...